Еще полгода назад это место люди обходили стороной. Здесь лежал мусор, сквозь который прорастали кусты. А сейчас в сквере у храма Кирилла и Мефодия полный порядок. Детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, газоны, хорошее освещение. Все это здесь появилось буквально за несколько месяцев. Отремонтировали территорию от А до Я по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Раньше был здесь лес непроходимый. Сейчас здесь сделали для детей площадку. Много разных качелей, домиков, горки. Вот я смотрю. Ну и в общем-то все очень красиво. Стали доступнее для самарцев и достопримечательности Крыма. Такова задумка авторов дизайн-проекта Крымской площади. Долгое время эта территория была заброшена. Теперь она преобразилась. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курорта. Главные достопримечательности – Воронцовская ротонда, 9-метровый ялтинский маяк и мозаичное панно карты Крыма. Новые арт-объекты пользуются популярностью у местных жителей. Самарцы отдыхают на волнистых скамейках, любуются видами. Более проработанное на стадии проектирования городские пространства. Впервые в конце февраля этого года было собрано архитектурное сообщество Самарской области, где при участии главы города именно профессионалы, дендрологи, экологи, архитекторы, дизайнеры еще раз пересматривали каждый дизайн-проект и вносили свои профессиональные правки. Подчеркнули индивидуальность и сквера Фадеева. Теперь его не узнать. Детский игровой комплекс в космическом стиле, спортивные площадки, беговая дорожка, уникальная в своем роде. Такого покрытия в Самаре нет нигде. Скамейки, новый газон, автополив. Точкой притяжения горожан стал бульвар Металлургов и площадь Мочилова. Масштабный ремонт должен стать импульсом развития района. Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни дизайнерских скамеек и три десятка так называемых бульварных диванов, урны практически на каждом шагу. В темное время теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Появилось ноу-хау для пешеходов и водителей. Мощеный пешеходный переход, плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется каждый год обновлять рисунок зебры. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. Реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды началось в 2017 году. За это время привели в порядок более тысячи дворов. Только в этом году облагородили более 300. Также скверы, парки, аллеи, бульвары. Таких пространств более 500. Валерия Куценко, Елена Малютина, Василий Колдашов. События.